Прием глава НАПО ведет каждый понедельник. И сегодня не исключение. Наталья Сербина – мама троих детей. И, конечно, пришла к Сергею Павловичу со своей родительской болью. У меня дочка маленькая моя. Она посещает танцевальный коллектив в нашем станичном доме культуры. Здание частично отремонтировано и сделаны даже санузлы. Но они не работают. Но они не работают, потому что нету септика. Безалаберное отношение подрядчиков с одной стороны и бесконтрольность с другой. Глава НАПО берет на карандаш вопрос, гарантируя, проблема будет решена. За ветерана Великой Отечественной войны Михаила Дмитриевича Леоненко пришла просить Зульфия Жукова помогать нуждающимся уже образ жизни для бывшего руководителя социального центра. Тем более, когда в помощи нуждается преклонного возраста человек. У него старый дом и электропроводка очень старая. Он хочет, чтобы ему поменяли электропроводку. Обращался к депутату, сказал, что он пока еще не помог. И я решила воспользоваться сегодняшним и родиться к вам лично, чтобы помогли участнику войны. Их у нас осталось очень мало. Без спорных. Помощь ветерана окажут безотлагательно, отметил Сергей Сергеев и поблагодарила Новчанку за неравнодушие. С общественником из Костогаевска Василием Косеевым говорили о дорогах и освещении. Дорога по переводку школьному. А где освещение? Конкретизируйте. Освещение западное, краснофлотское. Вы должны понимать, что в первую очередь наша обязанность обеспечить там, где ходит общественный транспорт, там, где дети идут в школу, ну то есть центр, гостевые улицы, проездные, федеральные, краевые трассы. Тем не менее, вопрос с уличным освещением сейчас решается во всех сельских округах. Будет решение и для Костогаевской. В течение дня на прием к главе и его заместителям обратились выше 60 человек.